Всем привет. Я надеюсь, что все, кто до этого пили чай, все вернулись. Меня зовут Роман Переборчиков, я руководитель просветительского проекта Курилка Гутенберга. Спасибо вам, что вы пришли сегодня в этот субботний день. Что особенно приятно, каждый мог уехать куда-нибудь за город или еще какие-нибудь дела найти, но вы предпочли науку, и это особенно здорово. Сегодня у нас уже будет шестое мероприятие из нашего цикла, которое мы проводим на площадке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. Прежде чем мы начнем, я хотел бы, чтобы про центр пару слов сказал заместитель генерального директора этого центра Татьяна Олеговна Кривенко. Вы понимаете, я уже с книжкой, лектор. Я ее не отдам теперь никому. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я очень рада, что действительно в этот субботний вечер, и в принципе в неплохую погоду, а вы здесь. Мне очень приятно видеть молодые лица, потому что вы такие же молодые, как практически, ну если на пересчет наш центр. Мы тоже еще маленькие, нам чуть больше года, и руководство города создало центр инновационных технологий в медицине для того, чтобы мысли внедрялись, получали разработку, а эти разработки инновационные уже внедрялись бы в московскую медицину. Поэтому если кто-то из вас имеет отношение к медицине или к науке, или у вас есть какие-то свои мысли, разработки, друзья, пожалуйста, в наш центр мы одно окно. Можно получить гранты, можно получить здесь у нас помещение, у нас работают стартапы. Поэтому мы очень рады видеть вас здесь. Мне очень приятно, что этим летом у нас заработал чудесный лекторий. Потому что, если вы слушаете, ну я понимаю, что еще в интернете много людей, не только про научные разработки в области медицины, но и вообще обо всем на свете, включая космос. Правильно, Роман, я говорю? И мне очень радостно, что мы сегодня здесь вместе. Спасибо вам большое. И хочу вам представить уже, или, Роман, это вы уже представите, автора этой книги в том числе. Да, но я думаю, что очень многие здесь знакомы уже с работой Никиты, потому что я на самом деле удивляюсь, когда Никита успевает делать все, и книги писать, и расстрельные списки препаратов создавать, и заниматься медицинской практикой. Давайте его поприветствуем. И начнем. Так, включено. Чудесно. Всем привет, дорогие друзья. Спасибо, что пришли сегодня послушать. Да, и правда, в субботу, в которую можно было уехать за город, и более ленно провести этот день. Меня зовут Никита Жуков. Я врач-невролог, психиатр. Я практикую. У меня каждую неделю два дня приема. Иногда по 10 пациентов бывает. Я сознательно продолжаю медицинскую практику, потому что считаю, что врач без пациентов – это все-таки не врач. Помимо этого, как уже сказали, я пишу книжки, научно-популярные, в которых человеческим простым языком что-то вещаю про медицину. И основная тема – это, собственно, доказательная медицина. Чуть более понятно людям звучит научно-обоснованная медицина. Хотя есть разные мнения. Еще я медицинский директор сети клиник в Санкт-Петербурге. И это не случайность. Это уже второе место работы, где я медицинский директор. Да, наверное, сложно поверить, что я вообще на врача-то не сильно похож. У меня шорты, татуировки, свой бар с алкоголем. Это не бьюти-бар. Но я абсолютно точно уверен, что все эти вещи, которые я перечислил, это выбор свободного человека, который может выбирать, пить ему пиво или не пить. Благо оно не запрещено. И с татуировками все то же самое. Вот. Хотел бы для начала понять аудиторию. Можете, пожалуйста, поднять руки те, кто медики, так или иначе. Врачи, студенты, ординаторы, лаборанты. Супер. Давно уже не помню вот такой лекции, где мало медиков и в основном нормальные люди. Я люблю такую, да, сегрегацию, потому что очень часто говорю, что на самом деле стать врачом в России, стать врачом, это вообще несложно. Справится даже обезьяна вроде меня. Правда, у нас достаточно устаревшая система образования, особенно медицинская. Порог вхождения очень низкий, очень много вузов медицинских, в них очень много мест. Ну, все это очень-очень много. И на самом деле то, что в России якобы не хватает врачей, это миф абсолютный. У нас врачей раз в пять больше, чем надо на наше население. Вот. И оттуда же растут проблемы, что якобы у врачей низкие зарплаты, и, мол, никуда не платят нормально. Это, в общем, похоже на правду, но дело в том, что нету никакой конкуренции. Когда каждый год выпускаются тысячи новых врачей, зачем брать классного специалиста, если можно взять любого вот нового доктора и платить ему копейки. Поэтому все, что я буду говорить дальше, я думаю, это в основном вот дефект в образовательной системе. Но не только. Итак, доказательная медицина. В какой-то момент времени, когда я уже достаточно узнал, что это такое, меня кто-то из знакомых, то ли студентов или ординаторов, спросил типа, что, какая медицина, типа, а что медицина может быть типа разная. Вроде типа, вот, у нас есть одна медицина, ну, ладно, есть такая типа полуторная медицина, нетрадиционная, альтернативная. И тогда я про это задумался. Это было уже почти лет 10 назад. Сейчас я на этот вопрос уже прям нормально ответил. Ну, я уже отвечаю, да, на своих выступлениях, что на самом деле исторически развитие медицины можно поделить на прям конкретные вещи. Самая первая, самая старая, которая началась там еще до нашего века, до нашей эры, это импрессионистская медицина. Ну, то есть наблюдательная. Как слышится, так и пишется. Ну, условно, есть врач или какой-то целебник, шаман, если мы совсем далеко назад говорим, есть пациент. Там, условно, пациенту что-то не так, врач на это смотрит, дает, ну, что угодно делает. И наблюдает. Наблюдает, что пациенту стало хорошо. Значит, окей, записываем, типа, работает хорошо. Наблюдаем, что никак не работает или работает плохо. Окей, записываем, что работает плохо. В следующий раз на таком пациенте подобном не будем действовать. Ну, то есть это впечатление. Импрессионистка. Импрессионизм, так сказать. Это продолжалось безумно долго. Пожалуй, наверное, до 19-го, а то и 20-го века вполне можно говорить, что продолжалось. В 20-м веке наблюдательная медицина практически полностью переключилась на медицину инструментальную, потому что возникло много девайсов, и медицинское сообщество, можно сказать, целиком вздохнуло, что типа, господи, неужели у нас, например, наконец-то появились какие-то объективные данные, ну, то есть цифры, которые можно повторить, которые можно оценить, что это норма или не норма и так далее. Ну, там, возьмем анализатор крови. Мы в него засовываем кровь, получаем там типа гемоглобин 145. Это уже какая-то объективность. Это уже не то, что типа врач смотрит такой типа анемия или там типа все в порядке с железом. И более того, этот результат повторяемый. То есть если мы ту же самую кровь засунем в соседние анализаторы, ну, с небольшой погрешностью там будет все тот же 145 гемоглобин. Ну, там 144, там 148, но в целом как бы погрешность, не имеющая значения. И спустя какое-то время, когда еще это все наработалось, когда появились аппараты КТ, аппараты МРТ, представлялось изначально, что типа ура, круто, мы типа освободились от субъективности в медицине, которая держится, собственно, на конкретном враче. Ну, то есть зависит от его опыта, от его наблюдений, от его в целом вообще восприятия мира, мировоззрения, от его там чувствительности, убедительности и так далее. Но потом оказалось, что инструментальные данные, они, конечно, клевые, и они, конечно, объективные, но совсем не значит, что если мы увидели в инструментальных данных что-то не то, надо это лечить. Совсем не обязательно. И много таких примеров существует. Самые, наверное, у нас известные, это вот набившие оскомину уже остеохондроз позвоночника. Это в целом псевдодиагноз. Само слово, оно такое есть. Оно не отрицается, это все в порядке. Во-первых, это есть группа довольно редких детских заболеваний, детские острых остеохондрозы. По-нормальному они вообще называются остеохондропатии. А у взрослых у нас любят просто ставить на любую боль в спине, типа у вас остеохондроз. Человек делает рентген или еще лучше МРТ, и там позвоночник не идеальный, типа как из палаты меры весов мы бы взяли позвоночник, эталонный такой, а у живого человека у него живой позвоночник. Там есть какие-то изменения, которые накопились за 20-30 лет жизни. Это в общем весомый срок. Соответственно, мы берем человека, делаем МРТ, видим там изменения, пишем типа остеохондроз. Объективно? Объективно. Изменения есть? Есть. Их видно, на снимках видно, их можно взять, померить линеечкой, и на разных МРТшках это будет примерно одинаково выглядеть с небольшой погрешностью. Вот это инструментальная медицина. А что делать потом с этим? Как раз тут мы и упираемся, что одних объективных данных и циферок недостаточно. В случае с остеохондрозом он есть у всех вас. Вот прям без исключения. Ровно точно так же, как у всех из вас есть какие-нибудь небольшие шрамы на коже. Просто от каких-то царапинок. Ну, мы живые люди, мы иногда можем получить царапину на коже, она потом заживет, потом там останется вот небольшой рубец, мелкий шрам. Если мы посмотрим на кожу, как это описано в атласе анатомии человека, или еще если она там будет с картинками, мы там не увидим никаких последствий царапин. А вот у нас есть человек, у него есть шрамы. То есть на первый взгляд тут норма, тут патология. Давайте лечить патологию. Но это не так. Мы не лечим шрамы от мелких царапин. И мы не лечим такие же мелкие шрамы на позвоночнике. Хотя мы научились их прекрасно видеть. И тут все как раз упирается в то, что любые изменения, которые мы получим при помощи инструментальных или лабораторных данных, они еще нуждаются в оценке того, насколько это значимо. Надо что-то с этим делать? Или это, в общем, вариант нормы? И так оказалось практически везде. Поэтому у лабораторных показателей, там, анализов крови, у всех из них огромное окно. Ну, типа референсные значения. Большие, поменьше и так далее. Но, тем не менее, у всех есть. И более того, в разных лабораториях они немножечко отличаются. Еще более того, у человека, это может, у конкретно взятого человека эти показатели могут быть там, типа на верхнем уровне, на верхней границе, либо на нижнем уровне, ближе к нижней границе. Но у конкретного человека его анатомическое сложение, работа его тела, его привычки, его питание, как он живет и так далее. Огромное количество факторов, которые могут повлиять на эти объективные показатели. И даже если мы говорим, что типа вот здесь в анализе крови типа не норма, мы можем посмотреть на человека абсолютно здорового. И в общем, ну не норма и что? Если у него нет жалоб, то как бы все хорошо, значит не надо это лечить. И таким образом, первая модель медицины импрессионистская, просто наблюдаем. Вторая инструментальная, типа классный анализатор или МРТ-томограф. И третья, собственно, доказательная. К нам она поздновато пришла в СНГ, потому что у нас было много других проблем посерьезнее, типа перестройки 90-х и всего прочего. Но и сейчас у нас из-за этого же весь этот док-мед это такой феномен. И врачи, которые придерживаются там принципов доказательной медицины, они в некотором роде диссиденты. Ну потому что, если мы посчитаем в штуках, то 95% врачей в России не то, что не придерживаются принципов док-меда, они даже не знают, что это такое. Это, конечно, грустно. Особенно это грустно, потому что и образование, с которого я начал, и целая куча государственных институтов, связанных с здравоохранением, этого не понимают и не перестраивают свою работу вот в то направление. Мой любимый пример это физиотерапия. Ну это всякие электрофорезы, облучение, микротоки и прочая фигня. Прям, да, не буду. Физиотерапия есть в каждой поликлинике. В подавляющем большинстве больниц России. Если мы посчитаем все физиотерапии по всей стране и потом посчитаем, сколько это будет в деньгах, потому что пространство, оно тоже стоит денег. Если это целый этаж поликлиники, то это очень дорого. Это, соответственно, персонал на все эти этажи. это аппараты электрофорезные, которые в основном безопасные и бесполезные, но они тоже могут сломаться, их придется покупать новые. И вот уже вот на этом становится понятно, что вот они деньги в медицине, которых нам не хватает вечно. А на соседнем этаже еще капельницы, куда пожилые люди ходят два раза в год покапаться типа ради здоровья. И это тоже абсолютно бессмысленно. Мы давно перешли на таблетки. И правда, большинство такого амбулаторного лечения это все равно таблетки. Если человек в сознании, если человек способен открыть рот, то в большинстве случаев его лечение будет в виде таблетки в этот рот. И нет никакой нужды вводить это в вену или в мышцу и так далее. Соответственно, это вторая часть. абсолютно сожженных денег, которые прямо сейчас продолжают загорать. Деньги, которых нам в медицине не хватает, они катаются по венам пенсионеров. Понимаете? им-то надо, понятно. Им-то надо. Но они же не сами это придумали. Еще раз. Они не сами это придумали. Я прекрасно понимаю. у меня нет претензий к пенсионерам. У меня нет претензий к пенсионерам. У меня претензия к врачам, которые вот это назначают. Человек перейдет в пенсионный возраст, сходит к терапевту с какой-нибудь фигней. Ему скажут, что вы хотите в вашем возрасте? Вот вам список капельниц, сегодня и осенью. И все. Человек стал псевдохроническим пациентам, которые ходят и зажигают ОМСные деньги. Претензий к пенсионерам нету. Еще раз. Это к врачам. Вот. Сама доказательная медицина была придумана в 90-е. Ну, по разным данным там, то ли 1990-й, то ли 1991-й. Хотя Арчибальд Кохрейн, который потом организовал организацию собственного имени Кохрейн Коллаборейшн, которая на некоммерческой основе смотрит исследования по всему миру и делает там условно какой-то суммированный вывод. Он опубликовал статью про результаты в медицине и как оценивать эффективность и все другие проблемы, связанные с субъективным подходом людей в медицине еще в 1972-м году. Просто еще 20 лет про это все думали, изучали, что же со всем этим делать и так далее. Медицина до сих пор очень субъективна. Мы с вами сейчас находимся в центре клевых инновационных технологий и так далее. И здесь тоже уже учатся распознавать снимки рентгеновские, мртшные, коттешные на основе искусственного интеллекта. И это уже достаточно хорошо получается. Американский стартап еще два года назад сравнивали эффективность человека-рентгенолога, который опишет снимок, и машины, которые опишут снимок на базе искусственного интеллекта. И оказывалось, что машина намного лучше, чем человек, может померить какие-то показатели. И мы потихонечку к этому приходим. Но вообще сама вся медицина вряд ли перейдет в ближайшие лет 50 на отсутствие живого врача. Потому что живой врач это все равно какая-то толика субъективности, какая-то толика эмоционального подхода, и конечно же уровень честности. Машины не умеют врать. Некоторые да, умеют, но так, чтобы это было красиво и все поверили, вряд ли. Прямо сейчас, уже 2022 год, считается, что все количество медицинской информации научной, которая накоплена сейчас, все это количество удваивается каждые два месяца. То есть огромное количество данных, которые ни один врач в жизни не прочитает целиком, даже по своей собственной специальности это невозможно. Поэтому нужен какой-то метод, чтобы можно было это как-то вычленять и давать в виде инструмента практикующему врачу, типа вот как делать современно и правильно. Но сначала нужно получить где-то эти данные. И поэтому родилась такая штука, как RKI рандомизированные клинические испытания. Это когда мы набираем условно 100 людей, делим их пополам случайным образом. Случайным образом это при использовании генератора случайных чисел. То есть если мы будем просто по времени как-то их разделять, это будет не совсем случайно и неадекватно. Мы делим людей на контрольную группу и собственно ту, где будем что-то исследовать. В контрольной группе даем пустышку, то есть плацебо-препарат, который никак не действует, не повлияет на метаболизм. Ну скорее всего мел какой-нибудь. А другой группе пациентов дадим реально работающую новую таблетку, которую еще не испытали. И надо понять насколько хорошо она сработает. И тут важно ослепить всех участников процесса. Ну ослепить виртуально, не в смысле, что мы глаза выкалываем буквально, ослепить так, чтобы пациенты, которым мы даем эти препараты, они не знали, что из препаратов они получат. Реально работающие или пустышку плацебо. Мы должны ослепить врача, который их лечит, чтобы он не знал, кому из пациентов какую таблетку он дает, плацебо или работающую. Это уже двойное слепое исследование. По-хорошему должно быть тройное. Тогда еще третий исследователь не должен знать, какому врачу достанется какая таблетка и как эти таблетки распределятся между двумя группами. Он должен считать абсолютно обезличенные данные, условно, просто у него таблица в 100 человек и какие-то результаты анализов крови, например. И он понятия не имеет, кому из этих пациентов что давалось и, собственно, не может повлиять на результат этого подсчета. Когда начали проводить такие вещи, появилось много сюрпризов в науке и в медицине, собственно. Оказалось, что многие вещи, которые считались прикольными и традиционными, и в общем надо это делать, и которые кажутся прям логичными и интуитивно понятными, оказалось, что можно их не делать, потому что не будет никакой разницы между теми, кому так сделали, а кому не сделали, если люди об этом не знают. Ну, то есть, если нет влияния, во-первых, врача, который, условно, если он просто занимается лечением, не исследованием, дает какую-то терапию человеку, он все равно достаточно будет его убеждать и условно подкреплять надежду, и этого уже может хватить, чтобы пациенту стало лучше. Когда врач не знает, что он дает, плацебо или лекарственный препарат, то такого влияния нет. И также пациент, когда он участвует в клиноиследовании, и он не понимает, чем его начинают лечить, у него не может быть каких-то неправильных надежд, каких-то заинтересованных надежд, что типа мне точно поможет или мне точно не поможет и так далее. Мы убираем вот эту субъективность. Один из клевых примеров как раз вот там в 90-х годах это было, это как раз было в скажем одних из первых материалов про документы, исследования и так далее. Люди с ожогами, особенно с большими ожогами, просто термические ожоги, достаточно большой площади. Любой ожог это по сути раневая поверхность, ну то есть у нас покров сгорел кожный, скорее всего сгорела еще и базальная мембрана, на которой вся кожа прям держится, а там много-много сосудов кровеносных, и такая большая раневая поверхность через нее утекает, будем так говорить, много крови, даже не целиком прям крови, а плазма крови, ну то есть жидкой составляющей крови без там клеток красных кровяных или лейкоцитов, тромбоцитов и так далее. При большой площади ожога большая потеря соответственно жидкости через него, и ну что кажется максимально интуитивным, вот у нас пациент с кучей ожогов, он теряет плазму через эти ожоги, давайте ему в вену нальем плазму, чтобы ее компенсировать. Ну то есть переливание по сути крови, только не всей целиком, а именно жидкой части плазмы. Ну звучит логично, да? А потом если мы посмотрим на много-много таких случаев и сравним их условно с теми пациентами, где мы эту плазму не лили им в вену, окажется, что никакой разницы не было. Ну то есть интуитивно кажется, да, типа вот человек плазму теряет, давайте нальем. Хорошо налили, но ничего не изменилось. Значит в следующий раз можно не наливать. Вот. К нам в наши края докмет начал поступать примерно где-то в середине 90-х. Я знаю несколько людей, которые там прямо у истоков стояли. Один профессор, другой кандидат медицинских наук, уже очень такого почтенного возраста. Это были просто в общем энтузиасты, которые просто часто и подробно читали иностранные научные журналы, которые сами ездили на стажировки за границу и собственно они потихонечку принесли это знание в Россию. И даже не только в Россию, там еще и Украину тоже захватили. Они самостоятельно это переводили и собственно они же придумали вот этот правильный перевод, ну он сейчас кажется правильным, доказательная медицина. По-английски это звучит evidence-based medicine, то есть медицина основанная на доказательствах. Evidence еще как улика может переводиться. Но поскольку времена были не самые спокойные это мало кого заинтересовало. Хотя некоторые отдельные кафедры медицинских институтов этим тоже заинтересовались и например в Питере есть чудесный пример в СЗГМУ Мечникова есть целая кафедра семейной медицины которая была образована в 96 году вместе с коллаборацией с каким-то Иллинойским медицинским университетом. Они туда отправляли в Америку поучиться врачей привозили сюда и делали нормальных ВОПов врачей общей практики. Врач общей практики это собственно тот нормальный вариант терапевта который подразумевается. У нас любят сравнивать поликлинических терапевтов с секретарями условно которые ты с чем не придешь а они тебя просто маршрутизируют типа к урологу к лору к кардиологу это вот такая извращенная идея первичного звена. А вот именно врач общей практики по идее должен закрывать 85% проблем человека у себя в кабинете. Врач общей практики отличается от терапевта тем что он может сделать базовые УЗИ он может полечить подростка условно и не обязательно его гонять в супердетскую клинику он может сам расшифровать кардиограмму он может сам назначить лечение на самые простые и самые частые нозологии типа боли в спине или цистите или так далее. И получается что это тоже такая огромная и экономия средств и удобство как для системы медицинской так и для самого пациента что не надо лишний раз куда-то ходить и соответственно не надо держать еще там пару специалистов которые должны это обслуживать все сплошные плюсы откуда это все берется оттуда что большинство обращений в амбулаторном звене в первичном поликлинике или частные медцентры разницы особой нету там во-первых мы почти никогда не знаем причину проблемы человека с чем бы он не пришел с насморком с болью в спине с циститом и мы никогда эту причину не подтвердим а поэтому серьезные диагностические тесты там в большинстве случаев не требуются а терапия либо немножко патогенетическая если это что-то инфекционное вроде цистита либо просто воздействие на симптомы чтобы человеку было полегче и он сам выздоровел и статистика как раз это один из главных орудий доказательной медицины потому что на ней базируется все научно обоснованная медицина это не только прям исследование это наблюдение за статистикой за чистотой тех или иных заболеваний за тем как они протекают какие у них бывают исходы и собственно еще какие бывают исходы при том или ином лечении или той или иной диагностике и та же самая простуда насморк боль в горле тролевали последние два года мы все очень хорошо выучили слово сокращение пцр полимеразная цепная реакция и в какой-то момент чуть ли не не всех подряд тестировали на этот наш коронавирус и вроде кажется что ого ничего себе похоже мы умеем ловить инфекционные болезни даже вот такие респираторные с ковидом то конечно это удобно мы просто взяли начали тестировать всех у кого была температура кашель ну в общем респираторные такие вещи банальные однако во-первых даже у самого ковида не менее 30 процентов бессимптомного течения когда человек вообще ничего не беспокоит так и простуду вызывает около двух сотен разных вирусов и мы же не тестируем все остальные случаи простуды и раньше не тестировали мы даже грипп тестировали и сейчас продолжаем тестировать в большинстве случаев ради научных целей потому что скорее всего пока мы будем делать тест на какой-то вирус при простуде простуда уже пройдет к тому моменту когда мы получим результат и это не имеет никакого смысла поэтому в большинстве случаев в подавляющем можно даже прям не сомневаться что если вы простыли вы понятия не имеете почему вы простыли потому что у всех этих респираторных вирусов разный инкубационный период если вас вчера продуло а сегодня вы кашляете ну и у вас развивается прям вот все катаральные явления температура кашель насморк и так далее вы это конечно связываете с тем что вчера вас продуло но это не так большинство респираторных вирусов инкубационный период от 5 до 14 дней то есть на тот момент когда вы заболели вирус в вашем организме развивался уже почти две недели возможно и любая простуда это инфекционное заболевание то есть нужен все-таки вот этот вирус нужна эта штука вируса в достаточном количестве чтобы они начали разгульно себя вести в дыхательных путях для этого нужно время они должны их захватить колонизировать размножиться и вот к концу инкубационного периода вам наконец становится плохо если вы просто сидели у открытого окна и вас продуло и на следующий день вы начинаете болеть то вирусы негде взяться и за сутки чтобы он развился до вашего полноценного заболевания это слишком короткое время должно еще что-то пройти поэтому в большинстве случаев такие вот корреляции типа сегодня проснулся с кашлем ах да это вчера меня продуло эти корреляции они не подтверждаются это к сожалению просто наша фантазия это стремление человеческого мозга найти взаимосвязь но это не значит что если он нашел взаимосвязь она реально настоящая это просто корреляция также в общем почти со всем остальным мы никогда не знаем от чего у человека болит поясница 97% случаев боли в пояснице это напряжение мышц связок и так далее то что даже не увидеть на мрт только 3% находок на мрт имеют какое-то реально клиническое значение а все остальное 97% это да просто остеохондроз который ну да мы знаем что он существует и да он у всех есть но это не значит что если у тебя есть остеохондроз и у тебя болит спина то это взаимосвязанные вещи не значит это как раз отличие между инструментальной медициной и медициной доказательств доказательной медицины сейчас мы как я уже говорил видим такой феномен то что в России прям расплодилась доказательная медицина с одной стороны это хорошо потому что люди начинают стремиться к какому-то критическому мышлению это касается не только врачей но и пациентов в том числе образованный пациент в России это в общем достаточно хороший скилл потому что поскольку как я сказал врачи которые придерживаются таких принципов они в общем до сих пор штучные достаточно и да в наших условиях пациенту стоит быть немножко образованным и это не только про чисто прям медицину потому что через исследования прогоняют практически все что только можно и весомая часть медицины это общение между врачом и пациентом и на эту тему тоже уже море различных исследований проведено все посчитано и понятно как это делать и мы уже давно перестали в медицине считать врача хорошим если у него типа классное клиническое мышление и там он правильно ставит диагноз нет сейчас в медицине если врач не может объяснить пациенту почему он вот так вот сделал назначил такую процедуру такую таблетку или выставил такой диагноз если врач хам в стиле доктора хаоса то это плохой врач какой бы он гениальный не был и это в общем такой лайфхак для большинства я часто его даю как понять типа врач нормальный или не очень задавайте вопросы не бывает глупого вопроса от пациента это врач должен думать глупо не глупо пациент должен спрашивать это ваше здоровье пациентское вы его принесли человеку для какого-то менеджмента не для лечения большинство вещей не вылечить к сожалению если врач вам говорит типа я тут врач и типа нечего вам спрашивать просто ешьте таблетки это плохой врач сто процентов мы живем в двадцать первом веке нам уже давно пора научиться общаться ну нам это я говорю за медицину за врачей но в других сферах оно в общем то же самое еще одна чудесная часть про диагностику я это уже упоминал про мрт мрт у нас сейчас в россии в общем в каждом подвале стоит можно выбирать по цвету доступности стоимости и так далее большое количество людей делало мрт вот даже интересно я периодически спрашиваю кому хоть раз делали магниторезонансную томографию поднимите руки вот понимаете две трети зала как минимум могу вам сказать что статистически скорее всего вы большая часть из вас сделали это бесполезно совершенно во первых бесполезно в разрезе каких-то заболеваний а во вторых это может быть даже наоборот вредно потому что это приходит приводит к дополнительному поиску проблему конкретного человека потому что условно если вам напишут остеохондроз по мрт дальше вы пойдете к классическому советскому неврологу который схватится за голову и скажет типа да это же остеохондроз вы свою спину видели вообще какая какая физическая нагрузка какая качалка или велосипед просто типа лежите и ждите смерти до конца жизни это смешно но это действительно так происходит у нас многие российские врачи делают из пациентов инвалидов просто вот сказав что типа какой остеохондроз вы говорите на велике катаетесь забудьте вообще хотя если мы посмотрим на рекомендации обоснованные научными исследованиями там будет явно написано если у человека просто болит спина он не должен снижать активность не должен а у нас если у человека болит спина то мы выписываем больничный на неделю чтобы человек дома лежал а лежать это как раз снизить активность и в принципе лежание для позвоночника это не самая полезная история и для мышц спины если посмотреть на градацию тоже в общем из научных источников самое вредное положение тела для позвоночника мышц спины в целом это сидя на втором месте лежа а самое здоровое самое естественное это стоя потому что мы давно стали уже прямоходящими и ходим на двух ногах а не на четырех и уже достаточно к этому адаптировались за несколько тысяч лет чтобы говорить что типа стоя очень плохо нет неплохо наоборот хорошо и если у вас возникают проблемы типа боли в спине или в шее огромная вероятность что вам просто не хватает физической нагрузки и если врач вам говорит ровно наоборот типа полежите пока не пройдет ну и вообще лишний раз не нагружайте спину потому что там сплошные проблемы то это не врач а дурак потому что надо делать ровно наоборот у меня постоянно такие пациенты приходят не только с остеохондрозом это уже как-то немножко меньше сейчас стало или они ходят к моим коллегам которых я там курирую обучаю ко мне чаще приходят люди с ВСД наверняка тоже слышали этот диагноз эти три чудесные буквы которые тоже нигде в мире не используются кроме постсоветского пространства и СНГ ладно бы не использовались хорошо можем сделать скидку на то что это такая наша русская медицинская школа которая вот считает что ВСД существует типа в остальном мире сами там к своим психотерапевтам ходите мы будем лечить где-то сосудистую дистонию так это расшифровывается но прикол в том что по ВСД есть огромное количество методичек учебников монографий именитых профессоров и каждый на свой лад пишет что же такое ВСД я в свое время когда это дело изучал прицельно я нашел 15 разных описаний что же такое ВСД по мнению российской медицины критерии вообще никак не бьются между собой во-первых во-вторых если мы выберем эти критерии и посмотрим на нормальную классификацию болезней с нормальными критериями то мы увидим что вместо ВСД в большинстве случаев оказывается какое-то психическое расстройство это не речь про что-то большое типа шизофрения или биполярное расстройство это речь про самую частую малую психиатрию тревожные и депрессивные расстройства в частности паническое расстройство это когда у человека возникают панические атаки здесь уже не совсем наука чисто мои наблюдения в большинстве случаев у людей которым прям настойчиво ставят ВСД у них просто панические атаки панические атаки это тревожное расстройство его нужно лечить у психотерапевта противотревожными таблетками и антидепрессантами скорее всего и в большинстве случаев когда человек 10 лет ходит с ВСД и ему меняешь диагноз на что-то тревожненькое и даешь нормальные антидепрессанты он приходит и говорит что он впервые хорошо себя почувствовал за 10 лет хождения по врачам я не себя возвышаю я своим врачам точно так же говорю делать и все в общем вполне себе бьется и это обосновано с научной точки зрения если в статистическом руководстве МКБ международная классификация болезней не предусмотрели такого пункта который бы охватывал все ВСД в мире то наверное и не надо их ставить все-таки как-то живут европейцы американцы японцы без этих трех чудесных букв и вряд ли сильно болеют сильнее чем у нас в смысле в этом плане вернемся немножечко к простудным заболеваниям все наверное знают противовирусные иммуномодуляторы которые у нас активно рекламируют мало того что активно рекламируют они еще чудесно продаются стабильно в топ 10 продаваемых препаратов в России будут какие-нибудь противовирусные от простуды и гриппа плюс какие-нибудь вещи которые должны поднимать иммунитет это не только рекламируется это закупается госбольницами это пишут в учебниках и методичках и прямо сейчас в 2022 году ну сейчас уже лето ладно летом сейчас медицинские студенты сдают экзамены как правильно назначить орбидол это не шутка это наша ужасная печальная реальность потом эти студенты идут работать нередко нередко уже выгоревшие потому что беспощадная медицинская машина и у них нету никакого никакой мотивации никакого интереса изучать полезен ли там условный орбидол или еще что-то они уже выгорели им хочется ну типа отработать свой денек и пойти отдыхать их нельзя за это винить что они не продолжают дальше развиваться и в итоге мы видим что огромное количество бесполезных таблеток распределяют равномерно по России все их едят ну ладно не все очень многие люди ладно посмотрим на статистику если мы заваливаем всю страну противовирусными от простуды и иммуномодуляторами для того чтобы поднять с колен иммунитет то наверное нулевая гипотеза какая должна быть наверное мы во-первых меньше болеем простудными заболеваниями хотя бы по длительности да ну то есть весь мир болеет 7 дней а россияне только 5 было бы клево я бы порадовался ну а иммуномодуляторы так сам бог велел то есть если они поднимают иммунитет то второй вывод что видимо мы должны реже болеть то есть весь остальной мир там два раза в год простужается а россияне один логично логично а потом мы смотрим в статистику и видим что по всему миру люди болеют простудой одинаково часто одинаковые в среднем 7 дней от 5 до 14 там средняя немножко другая будет цифра но нету никакой значимости чтобы условно в списке стран по статистике там условно заболеваемости простуды и гриппом мы такие на почетном первом месте типа самые быстро выздоравливающие самые редко болеющие как-то почему-то в Европе в Южной Корее в Японии в Скандинавии в Канаде в США эти препараты от простуды и гриппа не применяются препараты для поднятия иммунитета не применяются одинаковое у нас с ними то что мы и там и там принимаем парацетамол или бупрофен чтобы сбить температуру и в целом полегче болеть и как-то 300 миллионов американцев живут без противовирусных и болеют ровно так же как мы загадка либо мы настолько все слабые что без орбидола и прочих иммуномодуляторов мы бы болели не неделю а месяцами но тоже плохо бьется потому что все же много людей которые их тоже не особо принимают это все тоже статистика то что я рассказал это тоже в целом исследования просто они ретроспективные условно мы придумываем какую-то гипотезу как я вам сейчас привел пример что типа вот среди 150 миллионов россиян две трети принимают орбидол и иммуномодуляторы и там всякие кагоцелы цитовиры или что-нибудь еще смотрим статистику предполагаем что раз если эти вещества эффективны то это должно отразиться на количестве дней заболевания тяжести чистоте и сравниваем соответственно с контрольной группой берем любую другую страну цивилизованную берем примерно такое же население которое мы понимаем что не принимает кагоцелы до орбидолы потому что там это просто не продается сравниваем и видим что нет разницы соответственно гипотеза не подтверждена соответственно зачем есть какие-то лишние таблетки и еще тратить на них деньги давайте реплики запишите пожалуйста давайте потом обсудим ну в смысле я договорю публично обсудим но это не единственный пример с противовирусными да чудесно есть еще в неврологии в моей любимой специальности огромное количество всякой фигни ноотропы препараты которые должны ну якобы улучшать когнитивные функции думалку память улучшать концентрацию внимания и все прочее это у здоровых улучшать а соответственно у людей с заболеваниями ну типа возвращать к условной норме раньше ноотропы ну в середине прошлого века они исследовались по всему миру примерно одинаково на данный момент они не применяются нигде в мире потому что во всем остальном мире их поисследовали пришли к выводу что никакой разницы нет все до свидания а мы продолжаем их принимать во первых мы их даем пациентам с заболеваниями неврологическими там после инсульта например или просто когда человек уже пожилой и у него когнитивное снижение мы даем надежду людям которое абсолютно ложное что вот мол ты стал хуже думать вот тебе таблетка ты будешь думать лучше человек в это верит он теряет время он тратит на это свои деньги и ничего не получает и аналогичное статистическое сравнение у нас и в других странах не выявляет никакой разницы что вот здесь мы пациентов с инсультом кормим галицином а в Европе не кормим никакой разницы нет абсолютно и как раз про сосудистые дела инсульты все что рядом и опять же про нашу статистику и наши чудесные диагнозы даже я когда учился я прекрасно запомнил как преподавали болезнь альцгеймера как что-то такое редкое какое-то странное непонятное заболевание которое вот прям у совсем пожилых которые там теряют память и так далее и все прочее и у нас ее почти не ставят в России почему наверное мы там тоже до 100 лет в основном все доходим в здравом уме и трезвой памяти наверное ну либо как-то это по-другому можно объяснить например тем что этот диагноз просто не ставится по каким-то причинам советский человек не может болеть эльцгеймером вот наверное что-то в эту сторону потому что если мы посмотрим опять же на мировую статистику то в основном снижение памяти снижение умственных способностей у людей пожилого возраста в 80% случаев объясняется болезнью эльцгеймера почему тогда у нас 80% это ДЭП или хроническая ишемия головного мозга ДЭП это десциркуляторная энцефалопатия то есть сосудами с сосудами в головном мозге не все в порядке сосуд получает головной мозг получает меньше кислорода меньше питательных веществ от этого страдает развиваются проблемы с памятью и так далее очень красивая гипотеза но нет это не подтверждается исследованиями в сосудах головного мозга и в шее все достаточно хорошо и там большой запас прочности заложен с самого детства для подтверждения каких-то проблем с сосудами начинают с проверки сосудов шеи в шее 4 основных сосуда 2 общие сонные артерии и 2 позвоночные артерии сзади эти 4 штуки несут кровь в головной мозг запас прочности там такой что вот сонная артерия она примерно с указательный палец диаметром ее можно на 70% перекрыть останется только 30% кровотока и все будет нормально никто ничего не заметит это клинически незначимый стеноз сужение сонной артерии до 70% больше 70% да уже скорее всего будут какие-то проблемы но эти проблемы будут проявляться уже достаточно остро потому что скорее всего это будет либо уже прям инсульт либо человек хотя бы просто сознание будет терять а у нас мы рисуем любые проблемы с сосудами равно типа проблемы с головой это не так и даже у тех у кого действительно есть проблемы с сосудами пациенты с инсультами проблема в сосудах головного мозга туда прилетел откуда-то тромб ну то есть закупорил просвет артерии дальше кровь не течет участок мозга отмирает если мы не успели растворить этот тромб то собственно отмерший участок так и остался и у нас соответственно соответствующий паралич будет там руки ноги и лицевой мускулатуры и сопутствующие какие-то проблемы паралич возникает потому что клетки мозга умерли и все они вот там не работают и больше никогда не заработают и если этот очаг инсульта затрагивает в том числе функции мозга в плане не только движений о памяти умственных способностей еще чего-то то тогда да мы увидим вот эти вот сосудистые проблемы то есть у нас был сосуд он закупорен у нас умер умерла большая куча нервных клеток в голове мы увидели проблемы с памятью вот так вот работают сосуды и проблемы с памятью связь должна быть такая а не такая что человек ходит 10 лет у него никаких инсультов но начинает снижаться память и мы ему ставим ну типа проблема с сосудами нет это не так работает совсем и это тоже по-своему грустно потому что мы кормим таких пациентов во-первых обещаниями и надеждами ложными конечно же что у них что-то восстановится а еще и восстановится вот от каких-то непонятных таблеток и БАДов с БАДами кстати тоже чудесная история в России достаточно просто зарегистрировать БАД это будет стоить меньше миллиона рублей даже вот просто можно в в поисковик забить типа зарегистрировать биологически активную добавку там прям целый список фирм которые сделают это под ключ вам вам надо просто принести дать им денег придумать название и все ну найти еще производство с ними договориться чтобы где-то это вообще делалось и вы запускаете производство БАДов продавайте во все аптеки куда хотите если они не будут убивать людей то в общем вы скорее всего заработаете поэтому у нас аптеки завалены всякой фигней но это не единственная фигня есть еще и препараты которые зарегистрированы как лекарственные препараты но они не оказывают никакого действия либо оказывают действия но у нас нет данных как это действие применять что от него ожидать насколько оно безопасно и то и другое это препараты фуфломицины термин придумал не я я его первый напечатал в книге исторически а так вот до меня придумали еще по-моему 50-е годы наверное в общем не работающие препараты которые не проверили это возможно потому что у нас не обязательно проверять препарат на его эффективность если вы его захотите зарегистрировать если мы посмотрим законодательство особенно если вы регистрируете не новый препарат какой-то а просто делаете синоним уже существующего то вам просто в общем-то надо принести деньги пройти экспертизу придумать название опять же немножко дороже но ладно если мы возьмем совсем новое вещество допустим вы гениальный химик фармацевт breaking bad сразу вспоминается и вы что-то там намиксовали в своей лаборатории и вам кажется что это новое клевое лекарство давайте зарегистрируем для регистрации в россии лекарственного средства нужно просто небольшую научную публикацию там нету никаких строгих стандартов типа это должно быть двойное слепое рандомизированное испытание многоцентровое в 10 клиниках и так далее нет нету такого требования в принципе нужно пару публикаций они должны показывать что вы раздали добровольцам новый препарат и они не умерли ну то есть что он безопасный и еще одно взять там 20 человек дать им препарат и написать у себя типа эффективно у него у человека была простуда мы ему дали препарат через неделю он поправился отличный препарат работает вот так это происходит к сожалению и таких препаратов достаточно много в общем-то любой препарат который вы видите в рекламе 95% это фигня и не требует покупки другая часть на оставшиеся 5% это чисто симптоматические нормально работающие вещи вроде там средств с парацетамолом или с ибупрофеном которые снимают воспаление уменьшают температуру и так далее меня нередко спрашивали когда я составлял да вот расстрельный список препаратов куда собрал все наши чудесные бесполезные фуфламицины мол как-то очень подозрительно типа в списке фигурируют практически исключительно российские препараты дело в том что во всем остальном мире для этого существуют как раз БАДы биологические активные добавки которые в принципе любой производитель может произвести какую-то фигню и если он сам понимает что он не пройдет классные испытания он регистрирует это как БАД и все и продается просто как БАД и все фуфламицины уходят туда или вообще зарубаются и не попадают на рынок а у нас это слишком просто слишком простая система в этом плане которую я уже описал учитывая еще наследие Советского Союза там много что исследовали и не все публиковали а что публиковали там могло начать использоваться а потом из-за каких-то бюрократических причин перестало использоваться например вот как раз в сторону ноотропов финотропил и фенибут два прекрасных препарата один якобы ускоряет когнитивные способности и якобы разрабатывался вообще аж для космонавтов чтобы они там на орбите с ума не сходили и поддерживали свою эмоционально психическую мощь советскую так сказать потом это было заброшено и уже в нулевых уже в стране с другим названием вся эта рецептура была возрождена препараты зарегистрированы заново и продаются и пишутся во всех рекомендациях да нет никакого сомнения что финотропил и фенибут оказывают какой-то эффект ну то есть если вы приняете эту таблетку с вами что-то произойдет состояние изменится никто не отрицает в Европе даже есть опубликованные драк-репорты когда люди прям пытались как наркотики это использовать ну то есть в качестве рекреационных целей просто поразвлекаться и там какие-то отравления были ну то есть не сомневаемся эффективный препарат хорошо нет нет исследований что с этим эффектом делать каким он должен быть где граница применения чего мы ждем будет ли развиваться у человека привыкание от этого препарата и так далее ну то есть с одной стороны данных очень мало а с другой стороны препарат не то чтобы типа сильно уникальный если мы посмотрим на психофармакологию там около сотни препаратов антидепрессантов норматимиков нейролептиков которые полностью перекрывают весь спектр применения вот этих двух веществ которые я сказал и по ним написаны отличные исследования они опубликованы они были многоцентровые долго проводились долго считались данные доступны это можно взять изучить и посмотреть мы знаем что там в большинстве случаев там условно применение мы увидим вот такую побочную такой побочный эффект на вот такое количество дней а дальше все будет нормально скорее всего дальше все конечно упирается в индивидуальность отдельно взятого человека потому что у нас нету 100% 100% клевых лечений даже с простыми вещами там типа боли в спине если мы дойдем обезболивающее ну процентов 60-70 что боль пройдет а может не пройдет просто ослабнет потому что мы все разные так или иначе и тут как раз противники собственно докмеда говорят что что же вы наши мол духовные препараты хейтите а всякие зарубежные типа любите у нас мол наши фармкомпании настолько мол нищие что нет у них денег на клевые испытания они там угольком на бересте пишут разве только вот лишь бы вам донести бесценный препарат который вам поможет обязательно без света сидят в лабораториях засовывают фенотропил вручную упаковку потому что денег нет света нет ну в общем просто разруха и ад а у западных фармгигантов конечно они крутые у них есть куча денег на исследования на на все что угодно на проведение исследований по разным препаратам не зная даже что какой-то станет нормальный а какие-то не пойдут в продажу потому что покажут что они небезопасны или неэффективны до нас то до потребителей доходят только те препараты которые прошли клинические испытания а если мы посмотрим на сами регистры клинических испытаний именно новых веществ то мы увидим что там две трети это как бы не удались а значит оказывается действительно нужно много денег для того чтобы сделать клевую таблетку да биг фарма конечно на нас наживается это не скрыть вместе с тем они исследуют новые вещества создают новые с нуля создают вакцины создают другие вещи конечно они на нас с вами наживаются но если мы исключим биг фарму вот типа из медицины мы останемся ни с чем мы не можем скальпелем лечить любого пациента ну то есть условно какими-то физическими вещами которые там условно не ограничены ну то есть скальпель при желании на любом заводе можно выточить достаточно наострить и как бы хирург может работать условно а если таблетки кончатся то 80% пациентов будет нечего делать а если у нас вакцины кончатся то же самое и мы приходим к тому что да конечно продажная фармацевтическая машина клепает все новые антидепрессанты чтобы поработить мир но если она не будет этого делать то нам вообще нечего будет делать в медицине к сожалению и это факт который нужно признать и второй чудесный факт да за последние два года мы увидели как может работать государственная машина в плане как раз в эту сторону формацию медицину и все прочее мы самые первые выпустили вакцину от коронавируса и это было сделано в государственном НИИ во всем остальном мире этим занимаются частные компании ну Pfizer Moderna тоже все на слуху которые тоже делают вакцины от ковида но много вы знаете примеров каких-то препаратов ну так или иначе у вас периодически какие-нибудь таблетки в руках оказываются много ли вы знаете еще препаратов кроме спутника где будет написано что это создано в НИИ их нету новые препараты улучшенные старые препараты или препараты с другими методами введения их делают фармацевтические компании частные государство не изобретает новые лекарства это ну эксцесс вот то что спутник типа сделан в НИИ раньше да такое было сейчас это все прошло потому что всем стало понятно что на такие объемы финансирования ни одно государство не пойдет ну чтобы вот прям это делать без вмешательства фармацевтических компаний да вбухивать там триллионы долларов на какие-то вакцины обезболивающие или еще что-то это невозможно без без вот такой биг фармы увы а сам спутник вакцина если вы помните еще что происходило за пандемию ничего не имею против вакцины нашей спутник но в целом она буквально показывает то что я рассказал про регистрацию у нас новых препаратов у нас буквально именно так это происходит и именно тут была прикольная реакция всего остального мира когда мы заявили публично что типа мы сделали эффективную вакцину вакцину от ковида научное сообщество такое типа а какие она испытания прошла вторую фазу мы всегда так делаем вы что мы сделали первые она эффективна все не спрашивайте будем всех колоть да какое-то время медицина остального остальной части мира была в шоке типа там вы вообще свихнулись что ли вы вообще не оттестировали вакцину на живых людях и вы готовы ее вколоть типа 150 миллионам людей ну это правда на тот момент звучало безумно я не говорю что это типа прям плохо я говорю что это буквальный пример как у нас регистрируются новые препараты это именно так происходит типа какая там фаза испытаний вы что вот у нас в вестнике терапии который издается в Твери есть исследование мы взяли типа 50 военных дали им таблетку через неделю спросили ну как нормально да конечно нормально эффективно какие сомнения все поехали к сожалению это все будет еще долго так происходить пока не поменяется медицинское образование пока у нас не закроют 4 из 5 вуза по всей России ну в смысле вы поняли 5 раз меньше должно быть пока это не станет реально престижной профессией вот медицина врачевание и так далее сейчас это только притча выездацах что быть врачом типа престижно нет в медицине нет никакой конкуренции если ты открываешь маленькую медицинскую клинику просто для заработка у тебя никогда не возникнет проблемы набрать туда врачей которые будут получать копейки еще и рады будут этому потому что в отличие от госполиклиники тебе не придется тонны бумажек писать я это знаю не откуда-то я это не просто придумал это наблюдение по своей прошлой работе я в разных городах открывал частные но бесплатные поликлиники которые работали в ОМС по сути мы делали за инвесторские деньги новые поликлиники абсолютно там где их не хватало они были красивые прикольные но без касс вообще там был ресепшн там были врачи я собственно отвечал за врачебную функцию для того чтобы ну врачи которых мы там наберем не убивали людей хотя бы ближайшие пару месяцев с открытия вот я поездил по регионам страны я пособеседовал врачей я их там насобеседовал несколько сотен суммарно я понял что в общем да никакого престижа врачебной специальности нету и не предвидится увы потому что да врачом может стать любой дурак в России увы ничего сложного в этом нету образовательные программы вот-вот только-только начинаются как-то пересматриваться но там все равно сидят все те же профессора которые учат по данным которые они запомнили в 1956 году через 10-11 лет после Великой Отечественной войны тогда что-то поднималось так или иначе в медицине строилось и все прочее но вот примерно там мы к сожалению пока что и остались увы но возможно что-то все-таки поменяется и как раз подобными лекциями и своими публикациями я и пытаюсь делать какую-то цепную реакцию чтобы больше людей об этом узнавало больше людей становилось осознанным в плане собственного здоровья и и медицины в том разрезе насколько вообще она может что-то дать для вашего здоровья и вот тут еще один хороший инсайт очень мало медицина может дать для вашего здоровья даже если мы посмотрим на развитые богатые страны и так далее медицина и медицинское обслуживание влияют на здоровье человека процентов на 10-15 пусть будет 15 у нас остается 85 из этих 85 40 процентов это генетика на которую вы никак не повлияете в обозримом будущем сейчас конечно уже есть даже прям работающие генные препараты типа золген сма которая при сма назначается спинальная мышечная атрофия такая детская болячка если вовремя не ввести препарат то будет все плохо ужас а можно ввести препарат который влияет на поломанный ген у собственно младенца препарат стоит какие-то 140 миллионов рублей за введение и в общем да это дорого но это уже следующая это уже прям будущее медицины которую мы начали сейчас наблюдать а так в остальном вся ваша генетика все что вам дали папа и мама все гены и которые еще у вас индивидуально как-то перемиксовались вы с этим будете жить всю оставшуюся жизнь и это очень сильно влияет на и на ваше здоровье и на качество жизни и на продолжительность жизни намного больше чем состояние состояние медицины качество медицины качество обучения врачей и так далее а оставшиеся проценты угадайте здоровый образ жизни конечно куда же без него и не какой-то фантастический как у фитоняшек в инстаграме здоровый образ жизни это достаточно просто это достаточная физическая активность это снижение привычных интоксикаций вроде курения алкоголя героина в конце концов это достаточно разнообразное питание тут даже не идет речи про здоровое питание нет у человека должно быть более-менее разнообразное питание да будет очень классно если там будет большая часть свежие овощи и фрукты но конечно это сложновато получить так же как и целыми днями есть красную рыбу чтобы у вас было достаточно омега кислот поэтому это можно как-то еще модифицировать но в целом именно образ жизни именно он больше всего остального влияет на ваше здоровье на вашу продолжительную жизни на ваше качество жизни и поэтому не надо сваливать на медицину все свои проблемы со здоровьем врач первичного по крайней мере звена он в первую очередь должен быть менеджером менеджером вашего здоровья вы принесли ему здоровье и говорите типа блин можете настроить чтобы работало нормально да он вам скажет как настроить возможно какие-то таблетки добавит возможно к психотерапевту отправят если там какая-то техническая механическая проблема ну типа перелома гипс наложим технически в итоге перелом самостоятельно будет заживать заслуга медицины только в том чтобы перелом не болтался относительно друга а просто чтобы это было крепко а дальше все само псс растется вот так что если вдруг по какой-то причине вы хотите долго жить и счастливо то сами занимайтесь своим здоровьем а не к врачам ходите потому что большого смысла в этом нету так же как и нету смысла делать постоянные чекапы или другие проверки здоровья по тем же самым моим любимым научным данным буквально опубликована ни одна работа на тему того что не надо лишний раз диагностировать людей у которых ничего не болит ну у нас есть какие-то обязательные скрининги типа старше 45 лет всем надо хотя бы раз сделать колоноскопию это как гастроскопия когда в рот труб кусают только с другой стороны да женщинам после 35 надо делать хотя бы раз в 3 года мазок на онкоцитологию но если вы человек среднего возраста и вас ничего особо не беспокоит ходить на МРТ которое большинство из вас сделало скорее всего это врачи вам назначили я не обвиняю вас ни в коем случае бессмысленно пытаться диагностировать что-то если у вас нет какой-то жалобы те исследования которые я имел ввиду они буквально говорят что это приводит к проблемам условно самый яркий пример пожалуй есть болезнь паркинсона нейродегенеративное заболевание в головном мозге функции отвечающие за двигательную систему начинают помирать нервные клетки начинают помирать и от этого возникают проблемы самое известное частое проявление это дрожь вместе с тем это могут быть мелкие шажки когда вот вот так вот ходят это может быть маскообразность лица потому что тоже мимические мышцы не двигаются так же как обычно и болезнь паркинсона в некоторых случаях наследуется и есть анализ который может показать ну если у вас условно у папеньки был паркинсон и вы такой сидите думаете блин а у меня тоже будет можно пойти да проверить но везде буквально написано что не надо этого делать потому что если вы в 20 лет узнаете что через еще 20 лет у вас точно будет паркинсон скорее всего у вас это не сильно обрадует и погрузит в глубокую депрессию потому что нету лечения это знание вам ничего хорошего не принесет вы только заранее испугаетесь не сможете ничего сделать а это фрустрация это депрессия это все сопутствующие вещи вплоть до суицида буквально поэтому старайтесь меньше диагностироваться просто так для этого как раз нам и нужны вот такие люди в шортах которые называют врачами функция пациента принести вопросы к доктору доктор должен с этими вопросами что-то решить и как бы осуществить какой-то менеджмент здоровья конкретного человека разделив с ним пополам ответственность это очень важно это как раз то что я до этого говорил про образ жизни вы ваш образ жизни ваше я от этого зависит то как вы будете жить не так давно я у себя публиковал у себя в блоге в инстаграме один интересный инсайт который мне прям пришел и очень понравился вот у вас у всех есть собственное я в котором вы сейчас сидите видите меня слушаете меня параллельно у вас текут какие-то мысли у каждого из нас есть какое-то я ну которое можно прям закрыть глаза и типа ну вот я врач да у меня какие-то там ощущения словно я не голоден у меня немножко уже пересох рот мне все лень открыть эту бутылку есть самоощущение так вот вот это ваше я наше я как хотите которая чудесная которая осознанная которая умеет читать делать мысли придумывать что-то новое которая исследует мир вокруг и даже не только в пределах там планеты мы умеем летать в космос в целом мы неплохо на мой взгляд развиты я пока открою бутылку а вы все-таки подумайте вот это вот часть вот это вот я это что если посмотреть на человека целиком ну без какой-то астрологии что типа это душа там еще что-то вот ну вы все это конкретная модель человека условно эго это термин из психоаналитиков мы их не очень любим в научной медицине в смысле ура так вот ваше я мое я вы правильно сказали это головной мозг если мы посмотрим по весу то головной мозг это дай бог 5 процентов от вашей массы тела ваше я это меньшинство если вы живете свою жизнь у вас все неплохо в плане там не знаю умственной деятельности придумывания чего-то осуществление своих желаний эмоций и так далее и вместе с тем вы не занимаетесь здоровым образом жизни у вас нет достаточно физической нагрузки вы едите что попало и так далее то по сути вы это олигарх который захватил страну под названием вот мое тело и тратит все ресурсы только на администрацию а все остальное население типа живите сами как хотите нет у меня времени на физическую нагрузку ничего не напоминает где-то там на дальнем востоке грибок на ногтях ну ссори нет времени у меня на это у меня важные мысли и пять процентов это если посчитать по массе а если посчитать в штуках то человеческое тело состоит из клеток это собственно единица живого условно считается в среднем в человеческом теле 30 триллионов клеток это ну 30 тысяч миллиардов для удобства головной мозг это 80 миллиардов даже вот докинуть туда еще нейроглию это весь такой питающий аппарат мозга который его защищает дает ему там кислород глюкозу и забирает всякий мусор администрация президента если в таком в этих цифрах посчитать в штуках то ваше я даже не пять процентов это ноль запятая ноль ноль там двадцать пять по-моему это даже если вот еще с нейроглии посчитать процента меньше одного процента в штуках клеток вот это ваше я а все остальное страна большая которой тоже нужен уход и которая тоже хочет жить и вообще как бы говоря опять же посмотреть на эти соотношения то получается что большая часть вашего я это как раз мышцы и кости им надо ходить а не думать чтобы поддерживать себя в тонусе вот так я думаю что достаточно давайте к вопросикам перейдем давайте поблагодарим Никиту за отличную лекцию